Мониторинг деятельности предприемства депутаты Гомельского городского совета проводят постоянно. На этот раз в центре уваги резиденты свободной экономической зоны, колопытания, которые разглядываются от створения приемных умов для работников до притягнения инвестиций. Вытворчивое унитарное предприемство «Белшклопрам» створено в 2003 году на базе цеха завода «Каралл» по выпуску кинескопов. Тогда такая переориентация сдавалась обрунтованной. Гомельские кинескопы были не особливо запотребованными, а шклобутельки шли на Урал, ауты млеку на российский рынок. Минавито россияне и укладе инвестиций у створения новой вытворчести. Сегодня на «Белшклопраме» працуют 250 работников, причем на притягу двухопочных годов их койкость повеличивается. В этом году тут освоили выработку бутылек для виноропчей галины, что повысило шансы предприемства на стабильную работу. В администрации кажут, что ожидающих звольняться нема. Спрояльные умовы працы, добрая зарплата и упыльненность в завтрашнем дне. Сегодня это совсем немало. Это Гродненский стекольный завод, стеклозавод Елизова и мы. Разделение по сфере производства очень такое правильное, с моей точки зрения. Гродно производит зеленую бутылку и бесцветную, Елизово бесцветную, мы коричневую. Мы работаем сейчас на всю пивоваренную отрасль белорусскую и винную. Замежное предприемство «Мультипак» зараз так само прасует 24 годины на протягу 7 дней на тыдень. Заказов кажуть стойки, что навык, не глядячи на рост объема в творчестве, выконать усе у полном объеме просто немогчима. Середняя зарплата клят 950 рублев. Правда, и потребования до дисциплины вельми жорсткие. Категорично заборонены усе перепынки, які не предудержены технологичным процессом. А за курение на территории предприемства у рабочий час у вогулі только одно покарання – звальнення. Притым, што весь вытворчий процесс постоянно контролюються видеокамерами. У администрации перекананы, а гэта необходна. Бо, коли не будет дисциплины, то и об эффективной вытворчиси казаць не приходится. Для депутата Угоминского городского совета гэта не просто информация, но вселякий выпадок. Головная задача наведывания предприемствов – доведаться об реальной ситуации на вытворчисях. Причым, няких дробязев тут быть не можем. Коли проймать рашенья, які оказывать реальну вплыв на стан экономики, то робить гэта необхідна, професійна. Положительные черты, будем рекламировать их. Это будет только во благо нашему городу. Я хочу еще раз пожелать всем нашим руководителям, чтобы в это трудное время не потерялись, не растерялись. И главное, людей не потеряли, а заботились о том, чтобы каждому было рабочее место, и главное, чтобы оно было хорошо оплачиваемо. Кстати, вот если вернуться в рабочих местах, это тоже наша сегодняшняя самая главная такая задача. Олег Синчаров, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».